ой холодненько здесь чудо и темно и зомбеки ходят ну нафиг надо согреться лепота вот теперь у костра посидим и посмотрим четвертую часть дневников разработки игры безнадежный мир о пацаны на огонек пришли как я обещал в прошлой серии к этому моменту я сделал огнемет и заодно расскажу с какими сложностями мне пришлось столкнуться и что в итоге получилось но сначала минутка рекламы знаешь кто самый главный в разработке игры гейм-дизайнер именно он собирает мир игры из сюжета графики игровой механики и придумывает правила по которому игроки будут жить в этом мире хочешь стать таким крутаном смотри скорее на курс от skillbox который ведут практикующие преподаватели из крупных компаний но что намного важнее куча практики будет у тебя пять курсов по разным сферам геймдэва от написания сценария и продумывания геймплея до работы в unreal engine unity моделирование игровых персонажей и продвижение игровых проектов по окончанию обучения у тебя будет 5 работ в портфолио созданные в тесном сотрудничестве с куратором и преподавателем и не пугайся цены ведь первые полгода учения абсолютно бесплатные а дальше ты уже сможешь работать по этой профессии и получая внушительную зарплату спокойно оплачивать обучение кстати skillbox активно помогает своим студентам в поиске работы и если ты давно хочешь ворваться с серой геймдэва переходи по ссылке в описании я начал с придумывания модельки огнемета и стал собирать его из готовых частей в паке изначально я хотел прям не огнемета огнемет еще но при фаба меня как-то не зацепили поэтому я стал собирать свое тело что-то не очень громоздкая хотя экспериментировал с тяжелым оружием запрещал игроку с ним бегать прыгать и занимать укрытие после этого я разместил модельку на персонажа повесил на нее скрипт оружия и начал настраивать я решил что по логике это будет автомат точнее даже пулемет а каждая пуле будет как бы частицей огня и получится пулемет стреляющий огнем далее я стал придумывать эффект стрельбы из огнемета потом правда оказалось что в паке уже есть готовая система частиц для него но мне все равно нужно было адаптировать этот эффект под стрельбу в асити и тут-то начались проблемки идея с пульками провалилась почти на корню так как при попадании пуля отключается или удаляется соответственно весь эффект горения сразу же обрывался это было бы самое простое решение следующей попыткой было адаптировать эффект выстрела под эффект горения пули все также вылетали из оружия но были более медленными чтобы была определенная синхронизация системы частиц но и тут я столкнулся сразу с двумя проблемами первое пули вызывали кровь а действие огнемета совсем иное может я конечно сильно продираюсь но лично меня это не устроило а чтобы отключать эффект крови при выстреле из огнемета опять придется лезть код асита и модифицировать его не хочу но если с первым легко справиться то вторая проблема была куда неприятнее частицы выстрела почему-то локально и при любом движении оружия весь огонь двигался вместе с ним опять же не так долго это исправить но чем больше мелочей складывается тем яснее становится то что под огнемет нужна своя уникальная механика и под один скрипт все оружие не запихнешь и если делая проект самостоятельно на собственных силах нет никакой проблемы в том чтобы взять и добавить что-то уникальное то в подобных ассетах это сделать куда сложнее и скорее всего не обойдется без костылей но огонька ты хочется поэтому я решил добавить зажигательное ружье которое стреляет не поверите зажигательными снарядами его реализация казалось бы очень простая если бы не одно но я решил добавить не просто бум-бабаха гарипукан а полноценное поджигание врагов то есть если рядом с горящим саммельком будет находиться другой безмозглый то он тоже начнет гореть только вот гореть он начнет не сразу и не так сильно как если бы в него прилетел зажигательный снаряд и так как же работает сам этот механизм поджигания и воспламенения немножечко и два разных процесса здесь совсем но работают они немного похоже значит первый компонент у нас burn logic изначально он не делает ничего то есть по сути никаких абсолютно действий но есть глобальное событие burn который уже запускает сам вот этот весь процесс само это событие burn вызывается при попадании специальной пули в коллайдер этого зомбика ну и собственно всех остальных тоже далее идет проверка статуса если персонаж уже горит то создаваться огонь не будет будет создаваться сразу а взрыв как бы такая вспышка то есть эффект попадания пули в тело если же персонаж еще не горит то сначала ему добавляется огонь а затем уже идет новая проверка каким образом был подожжен этот персонаж если у него попал зажигательный снаряд то будет создаваться еще и взрыв помимо огня и далее все это сводится к тому что создается специальная называемая огненная зона об этом чуть чуть попозже и наконец все это будет наносить персонажу периодический урон с небольшой задержкой то есть там каждой определенную долю секунды и все это будет происходить до тех пор пока у него совсем не останется хп но когда их не останется то еще какое-то время он погорит около трех секунд и объект просто удалится теперь что касается следующей механики это механика поджога здесь все чуть чуть посложнее но в то же время и попроще самого старта персонажа этот компонент будет проверять находится ли это самый персонаж в зоне огня и как только он в нее попадает мы переходим следующее событие в котором наращиваем ему температуру тоже раз в определенное количество секунд а точнее их долей однако если персонаж покидает зону огня мы выходим из этого триггера то персонаж начинает остывать но стоит он естественно медленнее чем нагревается и также происходит практически постоянно проверка на ту самую высокую температуру а если она больше семидесяти то персонаж начинает подгорать создается слабенький эффект воспламенения и дальше снова проверяем температуру и когда температура становится совсем высокая то он начинает гореть совершенно полностью как будто в него выстрелили зажигательным снарядом собственно в этом событии у нас как раз таки и происходит все к тому чтобы был переход именно уже к этому компоненту и кстати заодно поправлюсь маленькую штуку потому что когда он нагретый уже он будет греться еще быстрее а порог температуры поставлю здесь поменьше но и соответственно нагреваться он будет чуть-чуть медленнее вот теперь вообще должно быть по красоте так и выглядеть это будет все следующим образом так но они уже на ранее успеют подпалиться а нет успели и все уже начинают гореть сначала слабенько потом уже сильнее если что мне сейчас не нравится то что это все достаточно резко происходит и как-то не очень это приятно что ли смотрится в принципе можно лучше и так прошло примерно полчаса но у вас пройдет всего лишь пару секунд и немножечко изменил я а саму эту систему значит я добавил сюда прямо на персонажа все эти системы частиц то есть они уже заранее здесь находится но у них у всех отключен параметр play on awake чтобы когда игра запускалась они сразу же не начали проявлять себя а также у огня уже выключен свет то есть когда огонь светит естественно будет светло рядом иначе это будет смотреться достаточно странно и собственно как это все работает а здесь у нас все остается по-прежнему но уже на этом моменте мы не создаем эффект а просто запускаем его то есть по сути нажимаем вот эту кнопку play ты дык и через кнопочку стоп мы его отключаем соответственно здесь когда будет тухнуть огонь мы его будем не удалять как раньше а просто останавливать ну и собственно отключать сам свет то есть вот свет мы будем выключать включать но тоже не удалять или добавлять со взрывом абсолютно все то же самое я просто пока оставил для наглядности эти моменты может потом мне еще это о чем-то напомнит если вдруг к нему вернусь кстати бесполезная переменная а я изначально хотел делать что когда мы его поджигаем то скажем так каждую долю секунды огонь будет как бы ослабевать на персонажа и это будет актуально для каких-то больших джиггернаутов или там для боссов но для вот такой вот мелочи это в принципе то не актуально поэтому здесь это можно даже отключить чтобы не нагружать вот собственно и все давайте посмотрим как это будет выглядеть кстати также свет сделал более-менее динамическим а теперь персонаж тоже освещается и освещается он реально как это огня потому что здесь выставлено значение рейтео то есть если мы поставим просто на ноль ну горит себе и горит и хрен бы с ним а когда значение уже хотя бы ближе к единице то и выглядит это намного более интересно окей мне уже интересно посмотреть как это будет работать но хотя я-то точнее знаю как это будет мне не терпится показать это вам если сейчас не произойдет осечки она конечно произошла но второй раз попали как надо и вот они уже загорелись ой как полыхнуло то горят родимые так он уже не горит и как видите все это намного более плавно происходит и также огонь более плавно перестает гореть как и свет тоже плавно начинает уходить они прям резко так закончилось оборвалось и все вот за это в принципе не жалко что я посидел еще где-то около получаса но иногда такие вот осечки и снаряд не зажигает а скорее всего это связано с тем что сейчас покажу в принципе с чем пуля из ася за срабатывает быстрее и я так поздряю что просто не всегда успевает сработать эффект отлично это плавность мне куда больше нравится теперь что касается пули с пули все в принципе это просто найти и откроем а у нее тоже есть свои небольшие эффекты то есть это у него будет такой типа трейл кстати этот трейл убираем он не работает почему-то так сюда все возвращаем отлично а есть естественно point light без теней тоже будет освещать немножко дорогу пока летит и собственно сам компонент с коллайдером и rigid body потому что без rigid body считываться коллайдером у нас не будет и здесь все достаточно примитивно пуля чекает в своем триггере если в него попадает кто-то с определенным тегом хитбокс то начинается event start burn и сохраняется кстати то что у коллайдера попало вот в эту переменную и если раньше я отсылал сразу на глобальный компонент то сейчас это работает на хитбокс и а так как хитбоксов у персонажа несколько там руки ноги голова и тело то и получается все это дело переходит у нас знаете куда переходит она у нас на вот эти вот с вот этих самых хитбоксов точнее будет переходить на главный компонент вот сюда выгнет logic а теперь мне осталось поместить все эти три компонента на остальных зомби соответственно настроить им также настроить им также все эти системы частиц хитбокса и прочее и начнется жарева ну что ж давайте посмотрим что получилось в итоге как это будет выглядеть уже в игровом процессе а не просто на тесте неплохо но не хватает экшена поэтому я добавил немного скорострельности но почти убрал урон теперь можно шмалять направо и налево поджигая их всех не переживая засечки и не зажженные снаряды постапокалипсис как никак не все будет идеально работать но этот канал станет работать намного лучше если на нем прибавится лайков комментариях и соответственно новых видео хотя это уже по моей части в общем то подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями и в комментариях не забывайте предлагать свои темы для следующих выпусков ну а с вами как всегда был арталаски пока лепота